Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. Погода немножечко установилась, дождик кончился, чуть-чуть подсохло, солнышко немножко выглянуло. Осталась единственная культура из майских посевов и посадок. Не посаженная эта картошка, вот для нее приготовлено место и думаю пора это делать. Когда же наступает пора сажать картошку? Многие огородники и температуру мерят грунта, еще как-то. Но в нашей местности есть очень простой способ, которому следую много лет. Это следующее. Когда начинают распускать листики березки, то есть только-только еще не развернули полностью, но уже они в зачаточном состоянии. Вот как сейчас. Отсюда может быть не видно, но они как раз сейчас в таком виде. Это значит, почва прогрелась и можно сажать картошку. Вот на этот ориентир и примерно смотрю и я. И вот сейчас как раз погода подходящая и можно это делать. Это первое. Дальше. Сколько нужно картошки? Это, конечно, определяется индивидуально в зависимости от того, сколько ее тратите. Картошку используем только для собственных целей, поэтому вот прошлый сезон было посажено 100 кустов картошки. Собрали урожай 15 ведер, 10-литровых с верхом. И выяснилось по итогам сезона, сезон еще, конечно, не закончился, но я думаю, уже ясно, что картошки оказалось довольно много. То есть излишняя картошка, придется ее раздавать. В этом проблемы большой нет, но на будущее, думаю, столько сажать не стоит. И будем немного количество посадочной картошки уменьшать. Делать это надо постепенно, чтобы не остаться без картошки. И вот в этом сезоне принято решение посадить 70 кустиков картошки. Ну, это примерно. Семена оставлены с запасом, здесь около 100 штук клубней. И я думаю, отберу лучшие и посажу. Кроме того, где-то на участке будут освобождаться места. Ну, вот где-то я упоминал, не взошел салат и все такое. Можно там по кустику другому тоже посадить и картошку. Она будет расти хорошо и тоже принесет определенный урожай. Вот на этом участке будет размещено около 70 кустов. Здесь была раньше тыква. Тыква это хороший предшественник для картошки. И надеюсь, картошка будет расти хорошо. Грунт здесь никак не готовил, только была территория вспахана и все. По поводу семян. Все работы с семенами с каждым годом стараюсь упрощать и упрощать. Раньше картошку мыл всю семенную. Это, конечно, очень хорошо. Но потом постепенно попробовал ее не мыть. И выяснилось, что получилось то же самое. Заразы как-то у нас тут нету никакой особенной. И поэтому от этого тоже отказался. Вот видно, что семена и картошка немытая. Хранилась она в погребе. Извлек ее относительно недавно. Погреб очень холодный и картошка, видно, не очень сильно даже и проросла. Вот что я делаю в обязательном порядке, так это прозеленяю все клубни. Еще с осени некоторое количество держу их в тени, но чтобы солнечный свет на них поступал. И вот клубеньки прозеленяются. И сейчас, как только их достал, разместил в кладовочке, где свет тоже поступал. И вот видно, клубни довольно сильно прозелененные. Вот это действительно очень важно и полезно это делать. Следующее, что важно при выращивании картошки, в частности при посадке, это отбор семенных клубней. Видно, что клубеньки отбирают далеко не самые маленькие. Вот такие примерно. То есть вполне можно сказать, что даже и товарная картошка. Но практика показывает, что из таких клубней урожай получается повыше. Поэтому стараюсь такие клубни и отбирать. Особенно, когда картошки вырастают в достатке, то можно позволить себе отобрать на семена и более крупные клубни. Ну а степень проращивания картошки существенной роли не играет. Как показывает опыт, некоторые, вот видно, клубни проросли посильнее. Вот видно, некоторые поменьше. Но они в грунте, я думаю, все-таки наверстают упущенное. Некоторые огородники используют множество различных других способов, которые повышают урожайность картошки. То есть проращивание делается в два приема. То есть картошка сначала выдерживается в темном помещении, потом выносится на свет, некоторое время проращивается, потом снова в темном помещении, потом только высаживается. Когда-то я тоже так делал. Но еще много-много различных вещей. И все это действительно в какой-то мере помогает. Но практика показывает, что все эти вот дополнительные работы, они оказывают несущественное влияние на урожайность картошки. Главное, хороший предшественник, хороший уход, полив, если будет очень сухо, окучивание вовремя, удаление сорняков и, конечно, еще хороший сорт. И в этом случае картошка не подведет и даст хороший урожай. Ну а за рекордами я не гонюсь во всяком случае. И урожая, который получаю, его вполне достаточно. Зато не трачу время на различные вот эти дополнительные, вспомогательные процедуры, которые немножечко повышают урожайность картошки. Хотя делать это полезно, ничего против не имею. Даже сам, повторюсь, так делал раньше неоднократно. Но сейчас мне становится все ближе стиль огородничества, который предусматривает только самые необходимые и простые работы. Ну а различных не очень существенных работ стараюсь просто избегать. С целью единственной экономии времени. Что еще важно при выращивании картошки? Это подбор сортов. Вот здесь у меня 5 сортов картошки. Это сорта Red Scarlet. Вот она, картошечка с красной кожурой. У меня ее немного. Вот это картошка сорт Gala. С белой кожурой. Вот это основной мой сорт картошки. Это сорт Тулевский. Хорошая вкусная картошка и урожайная. И очень хорошего качества. Вот это сорт картошки Adretto. Очень тоже хороший сорт. Вот пока не могу определить, какой сорт из них лучше. Тулевский и Adretto. Очень похожие сорта, но и отличия все-таки есть. И выращивают вот и другой. А вот это сорт народной селекции, который выращиваю уже, ну, наверное, лет 30. Сначала в деревне выращивал. Когда-то у меня был домик в деревне. 48 соток, кстати, огород был там. И вот там эта картошка успешно росла. И вот сейчас продолжаю ее выращивать. Эта картошка по урожайности, возможно, уступает вот этим более современным сортам. Но по вкусу очень хорошая. Желтая мякоть. Такая вкусная картошечка. И вот все-таки буду ее продолжать выращивать. И, наверное, даже увеличу количество этой картошки. Вот такие сорта. Новых сортов в этом сезоне пробовать не буду. Достаточно этих. Приоритет отдаю сорту Тулеевский, сорту Адретта и вот этому сорту народной селекции. Буду высаживать в первую очередь именно их. А вот эти вот сорта, Ред Скарлетт и Галла, ничего плохого про них сказать не хочу. Но их буду размещать в том случае, если останется свободное место. На свободных участках и так далее. То есть эти сорта в будущем выращивать не планирую. И последний сезон что-то из них выращу. На семена оставлять не буду. Просто они лишние. Вот таким способом отбираю клубни. Ну, а клубни скажу только два слова. Что с осени отбираю только с самых хороших кустов. Не с каких попало, а только с очень хороших кустов. Со здоровых кустов отбираются семенные клубни. И отдельно эти кустики помечаю. И только с них беру клубни. Не с общей кучи отбираю семенную картошку. Вот именно, только с хороших кустов. Это дает очень хороший результат. И за несколько лет удалось оздоровить вот эту всю картошку. Больше никакой обработки с семенным картофелем не делаю. Посадку картофеля провожу самым простейшим, можно сказать, примитивным, доисторическим способом. Квадратно-гнездовым. Но, однако, как ни странно, этот способ себя оправдывает. Пробовал разные новомодные способы. И результат примерно такой же. Поэтому делаю так уже несколько лет. И результат вполне подходящий. Расстояние между клубнями в рядке будет примерно, ну, сантиметров 60-70. Вот здесь сделана простенькая разметка. И расстояние между рядками, ну, где-то так же. Поэтому способ называется квадратно-гнездовой. Рядки буду делать поперек склона. Вот так вот. Поскольку немножечко участок имеет склон, вот туда вниз. И чтобы потом при поливах было удобно, чтобы дожди не размывали картошку. Это делать лучше именно таким способом. И окучивать, соответственно, буду примерно вот так. То есть поперек склона. Исходя из опыта, для нашего грунта, а грунт у нас довольно тяжелый в нашей местности, глубина посадки картошки делается не очень большая. Ну, примерно сантиметров может быть 15, не больше. А то и 10. Вот примерно такие луночки делаются. И картошка размещается вот в такую луночку. Некоторые огородники размещают картошку с учетом того, куда направлены ростки. Считаю это дело малозначимым. Поэтому как картошка разместится в лунке, так тому и быть. Все равно она вырастет нормально. Ну и как известно каждому огороднику, когда копается следующая луночка, то земля из нее извлеченная идет на закапывание предыдущей лунки. Вот примерно таким образом. И очень быстро весь участок оказывается посажен. Если используется несколько сортов, то делаю пометки, где какой сорт расположен. Поскольку есть сорта очень похожие, и чтобы не перепутать. Например, очень похожи сорта Тулейский и Адретто. Должен еще заметить, что в лунку при посадке картошки ничего не кладу. Ни минеральных удобрений, ни органических. Этого не требуется. Картошка и так растет неплохо. Главное выбрать правильное место после хорошего предшественника. Ну а потом, когда картошка пойдет в рост, ее можно будет подкормить раствором куриного помета. На этот участок уйдет немного раствора, и сделать это будет несложно. И картошка будет расти еще лучше. Мы сажаем картошку вдвоем. Я копаю лунки. И процесс идет очень быстро. На этот участок уходит, ну я не знаю, наверное полчаса времени, не больше. Ну после этого участок еще раз забараниваю. И на этом посадка картошки и закончена. Надеюсь, она будет расти хорошо. И порадует хорошим вырожаем. Ну и в конце пожелаю всем огородникам выращивать картошечку. Особенно если хорошие сорта, она очень вкусная. Получать хорошие урожаи. Всем всего самого доброго. До свидания.